С одной стороны межквартальный проезд, с другой забор стройки. Пешеходам остается только узкая полоска земли, поросшая травой. А в срякоти зимой здесь пройти совершенно невозможно. И это не только неудобно, но еще и небезопасно. Во дворе бегают и играют дети, да и взрослым тоже нужно где-то ходить. Жители домов на улице Озерской обсудили эту проблему с исполняющим полномочия главы Заречного Алексеем Костиным. Встреча прошла на месте, неподалеку от того самого долгостроя, который затрудняет проход по двору. Сам здесь живу. Действительно, особенно зимой очень сложно идти, потому что сугробы, ты идешь в этом туннеле, тут же и машины едут, спрятаться буквально некуда. В этом вопросе появилась положительная динамика. Решение у проблемы есть. Сейчас появился новый собственник этой площадки, который сейчас бодро взялся за благоустройство территории. И первая задача, которую мы ему поставили, услышав наказ жителей, это обеспечить проход, безопасный пешеходный переход. Сейчас забор строительной площадки установлен слишком близко к бордюру, поэтому у пешеходов есть только узкая тропка. Застройщик намерен отодвинуть ограждение и сделать удобную дорожку. Забор будет установлен примерно к концу августа. И хотелось бы отметить, что он будет расположен таким образом, что останется место для дорожки пешеходной. Дорожка планируется в сентябре-октябре. Кроме этого, жители обсудили с исполняющим полномочия главы Заречного еще одну проблему. В жилой зоне есть территория, покрытая древесно-кустарниковой растительностью. Горожане очень хотят, чтобы она стала более благоустроенной. Считаю, что бизнес должен быть социально ответственный. Попросил застройщика внимательно, хорошо подумать о возможности сделать проект, потому что только наличие проекта позволяет зайти в программу «Городская комфортная среда». Обещал в скором времени вернуться с решением. На встрече жители смогли задать Алексею Костину и другие волнующие их вопросы. В основном они касались благоустройства и жилищно-коммунальной сферы.